Крымский мост В студии Геннадий Косковецкий я приветствую вас, друзья, и приглашаю на очередную встречу в рамках программы «Крымский мост». Для тех, кто смотрит канал «Кромея туда» и впервые, я напоминаю, «Крымский мост» — это, поверьте, не только уникальный телепроект, это мост дружбы между Россией и Украиной, это место встречи с интересными людьми, которое, как известно, изменить нельзя. И я протягиваю руку и от всей души говорю вам «Здравствуйте, Москва!» Мы рады приветствовать вас из нашей крымской студии. Здравствуйте! Здравствуйте, Настя Крымский. Здравствуйте, Украина, привет! Рады вас видеть, очень рады. Как видно, как слышно? Видно отлично. Нас слышно хорошо. Замечательно. Я напоминаю, что с нами, как всегда, на связи наш друг, художник московский Константин Мирошник. А рядом Костя. Представь нам гостя. Выдающийся, гениальный, великий, необыкновенный художник Владимир Войнович. Инюша. Инюша. Гениальная. Да, гениальная. Не менее гениальная. Всеми любимый, выдающийся наш любимый, наш любимый, чудный, необыкновенный. Вообще, нас радует много лет и художник, и писатель. И драматург, и поэт еще вдобавок. И поэт. Совершенно верно. Владимир Николаевич, вам огромное спасибо, что вы все-таки приняли это приглашение и пришли на нашу встречу, даже учитывая, что время между нашими странами, увы, вопреки законам природы, не совпадает. Кстати, а как вы относитесь к такому несовпадению? С грустью или с улыбкой? А мне кажется, что у нас в советское время разве не было разницы? Была, мне кажется, час или нет? Нет, такой разницы не было. Не было, да. Но поскольку я передвигался по многим местам Советского Союза и России тоже, и сейчас бываю в разных часовых поясах, я поэтому не придаю этому большого значения. Тем более, что между нами два часа разница, а вот с Европой, которая подальше, к сожалению, три часа. Да, это многовато вообще. Кстати, у нас тоже есть плюс. Мы Новый год встречаем дважды. Вначале вместе с Россией, ну а затем уже по своему времени. Ну, Владимир Николаевич, поговорим дальше о времени и о себе, как сказал известный поэт. Вы не возражаете? Давайте. Ну, вначале о любви, о самом прекрасном, хорошо? Вы любите Крым? Да, Крым. А, люблю ли я Крым? Я Крым люблю. Я даже там какое-то время в городе Керчи жили мои родители какое-то время. Я когда демобилизовался в 1955 году, я приехал в город Керчь, там работал в Приморском райисполкоме. У меня была такая должность, громкозвучащая инструктор райисполкома с окладом 450 рублей, которые потом стали 45 рублями. 45 рублей в месяц. Вот. И потом, и там я окончил 10 класс средней школы, и после чего переехал в Москву в 1956 году. Вот. Так что Крым мне не совсем чужое место. Наш. Да. И мой двоюродный брат несколько месяцев назад под Симферополем, там есть какая-то деревня, я забыл, как называется, то ли красненькая, то ли беленькая, то ли бледненькая, что-то вот он там жил и там умер. Ну, спасибо, что хорошие воспоминания связаны с полуостровом. Скажите, а вот если все-таки оглядываться назад, радостных, светлых, таких добрых воспоминаний в вашей жизни больше? Ну, у меня всяких. Моя жизнь была и пока что есть длинная и сложная, и были и радостные воспоминания, и нерадостные. Самые разные. Есть спектр. Владимир Николаевич, вы относите себя к поколению шестидесятников? Ну, да. Приходится относить. Скажите. Поскольку шестидесятые годы для меня были, конечно, очень важными. Собственно говоря, в шестидесятые годы я состоялся как писатель. И это очень важный период моей жизни, моей творческой биографии. И вообще шестидесятые годы были очень плодотворны для русской литературы. Для украинской, я думаю, тоже. Безусловно. А скажите, о примете этого времени. Вы помните, что это было? Рок-н-ролл, это были бардовские песни, Акуджава, Высоцкий, тот же 75-летие, которого только мы недавно отметили. Это были стихи Вознесенского и Евтушенко. Что это было или что-то другое? Нет, ну это было все. Все это началось, я бы сказал, что шестидесятые годы начались в пятидесятые годах. С 56-го года, с 20-го съезда ПСС, с выступлением Хрущева, с разоблачением Сталина. После этого, после чего начался тот период, который еще называют «оттепелью». Это было, понимаете, вот этот период был настолько важен, что некоторые потом стали говорить, что никакой оттепели не было. Но это неправда, потому что была именно «оттепель», а не весна. Это вот когда зимой, в начале весны, когда прогалины, травка появляется, вот и появились отдельные такие прогалины, появилась травка. И мы начинали. Что касается Акуджавы, то я его просто вообще очень хорошо помню, потому что мы были друзьями. И, собственно говоря, Акуджава, как в том виде, в котором мы его называем, он начинался практически на моих глазах. Он приехал когда в Москву, мы вместе. В 56-м году я приехал из Москвы, а Акуджава приехал из Калуги, где он работал учителем. И где он выпустил уже тогда одну маленькую книжку. И он читал, я помню, он приехал, и мы ходили в литературные объединения в Магистрале, это в Москве, при Центральном доме культуры и в Магистрале. Я помню, вот появился Акуджава, и как-то он на меня произвел просто своим видом такое сильное впечатление. И я подумал, что... Почему-то я подумал, что, наверное, талантливый человек, причем, чего не читая, не слышит. А потом я почитал стихи. Мне они, честно говоря, не понравились. Я разочаровался, я думаю, как, может, мы покошли все. А потом мы почитали, у нас был руководитель, такой замечательный был человек, Григорий Левин. Он жил в коммунальной квартире, такая у него, заваленная книгами. Вот, и мы пришли сюда, и вдруг, Акуджава, там еще, представляете, коммунальная квартира, маленькая-маленькая. Акуджава, там стояли стулья, стулья, и еще пианино спел. Акуджава, сел за пианино, я вдруг спел. Акуджава, сел за пианино, который потом, когда я и у него, мы его спрашивали, в его начале, он ее не помнит. Я ему не верил, я думаю, что он ее совсем не помнил. А если было так, я ее петь не буду, а прочитаю. Акуджава, тирли, 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 напал на дугу, 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 и долго тирли, тирли, и долго, дугу, дугу, калечили немножко друг к другу. Вот, и так далее. Вот. А потом, нет, ну, он тоже спел по сморозной дороге, столбы, 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 и еще. И я понял, что это действительно очень большое явление. Его как-то сразу очень хорошо, во всяком случае, в тех кругах, в которых мы вращались, в тех кругах его сразу приняли и поняли его значение. А где-то, правда, когда он выступал первый раз в том кино, его не поняли и осуществляли. Да, было такое. Это был, я думаю, единственный провал в его жизни. Совершенно верно, это был такой эпизод. Скажите, а песни Владимира Семеновича Высоцкого уже звучали в это время, в 60-е годы? Нет, ну, песни Высоцкого звучали позже. Высоцкий, я думаю, сейчас я вам скажу. Да, впервые в Высоцком, если я Акуджаву в 56-м году, я для себя открыл, то Высоцкого впервые я услышал в 64-м году. В 64-м году я его услышал, а потом уже... Дело в том, что это было время, когда я сотрудничал с Петром на Таганке, там они ставили мою песу, и из этого потом ничего не получилось. В общем, спектакль не вышел, оставил, и нелюбимый оставил Петр Фоменко, вот недавно он еще. Вот. Ну, пьеса тогда, спектакль не вышел, но тогда же я познакомился с Высоцким. Владимир Николаевич, скажите, а как вот жили в это время, в 60-е годы? Вера была, надежда в светлое будущее была? И во что верили? Вы знаете, да, я вам скажу так, что... В это время это, кстати, и было причиной такого общего подъема от Таганка, потому что кончилось жуткое, люди даже не могут себе сейчас представить, жуткое, страшное сталинское время. И вдруг появились какие-то... Ну, вот было дыхание свободное, когда форточку открыли, еще окна не распахнули, а форточку открыли, и вдохнули свежего воздуха. И тогда, в то время, отличалось от теперечки тем, что тогда еще жива была вот эта большинство людей, во всяком случае. Романтическая вера, вера в коммунизм, вера в то, что коммунизм вообще возможен, что это то, что строить надо, что вот при Сталине люди думали, что эта теория была искажена сталинской практикой, а вот теперь, теперь мы вот что-то такое светлое и построим. И вот это вот... Это вера была, я подчеркиваю, иллюзорная, потому что на самом деле коммунистическая теория, не некоторые, а многие считают, что коммунистическая теория – это хорошо, а на практике плохо. Но дело в том, что эта теория неосуществимая на практике, потому плохая просто, ничего хорошего нет. Потому что, как можно считать представление о рай, тоже хорошая теория, вот, о райской теории, вот, но с ирая нет на самом деле, то тогда за счет этого все остается сказкой неосуществимой. Но сама по себе это общая вера в то, что вот теперь будет как-то лучше, что теперь мы будем... У нас будут человеческие законы, человеческие отношения с государством, человеческие отношения между людьми. Это было вдохновляющей причиной для всего вот этого подъема, который мы расцвели искусство и литература, и живопись, и музыка. Владимир Николаевич, а в покорение космоса тогда верили? Я лично верил, потому что, видите ли, я... Не все верили, потому что многие люди представляли себе, что это такое будет. Я немного представлял, потому что, во-первых, я был таким начинающим авиатором, когда я учился до армии в Агрокове, и в армии, собственно говоря, я четыре года в авиации служил, и, кроме того, я этим интересовался. Я читал Циолковского и других авторов, и читал все предсказания, какие были по поводу грядущих полетов. Так что у меня было в этом представление, и поэтому я помню просто, когда в каком-то году, может быть, я не знаю, в 57-м, кажется, сообщили о спутнике, о том, что запустили первую баллистическую ракету, и она долетела куда-то до Дальнего Востока. И я понял, что скоро начнутся космические полеты. Скажите, тогда была написана, вот именно тогда и была написана замечательная песня, «Я верю, друзья», или «14 минут до старта»? Нет, она была написана в 60-м году. В 60-м году я короткое время работал на радио, и там однажды возникла необходимость. Ну, там уже дело в том, что уже спутники уже летали, но люди еще не летали. И уже у нас даже передача одна называлась «Веселый спутник». Я работал в редакции «Сотир юмора», она выпускала две передачи «С добрым утром» и «Веселый спутник». И вот понадобилась для одной из этих передач, понадобилась космическая песня. Вот, и я написал, это была моя первая песня. А вот мне интересно, а Костя помнит эту песню? Костя, ты помнишь эту легендарную космическую песню, которая стала гимном космонавтов? Конечно, помню. По пыльным тропинкам. Вред все. И слова перебрал, и музыку. По пыльным тропинкам, в далеких планах. Останутся наши следы. Моя жена поет. Есть два исполнения этой песни. Я знаю, Владимир Трошин и Георг Оц тоже великолепно исполнили эту песню. Замечательная композиция, ее не зря полюбили космонавты. А скажите, когда процитировал слова этой песни Никита Сергеевич Хрущев, вы слышали или вам потом об этом сказали задним числом? Нет, я слышал, слышал, потому что для меня это тоже было волнующее событие. Первые полеты космонавтов, а это были Николаев и Попович, они прилетели и встречали, как обычно всех до того космонавтов, и Гагарина, и Титова, и Терешкова все встречали торжественно, и обязательно на Красной площади происходила какая-то встреча с народом. И я это видел все в телевидении, когда Хрущев продуктировал эту песню, я тоже это видел. Он сказал именно «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды». Эти слова? Он сказал так, как, понимаете, вот поется в современной, так сказать, вот этой песне современной, так сказать, словами, «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках... нет, далеких планет останутся... нет, подолица». Все правильно, да. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Все правильно? Да-да-да, это правильно, слова-то я помню, он как-то где-то ударение так поставил, я не помню, как в чем слово. Вы знаете, я так часто слышал эту песню, потому что я ее тоже люблю, эту песню, хорошо ее знаю, и помню, когда она звучала. И тема космоса вообще меня интересовала тоже. Подождите, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Скажите, вы с космонавтами после этого встречались? Да. С Гагариным? С Гагариным встречался. Вот когда встречали Николаева и Поповича, то это была встреча большая на телевидении потом, и там были Гагарин, Чистоф, Николаев и Попович. Вас пригласили именно как автора этой знаменитой песни? Да-да, конечно, именно так. Это ваше первый раз я был на телевидении. Скажите, какие остались воспоминания об этой звездной поистине встрече? Нет, у меня воспоминания остались разные, в том числе огорчения. Потому что когда песню спели, а потом Попович сказал, вот хорошая песня, только у нас претензии у нас к космонавтам. Мы космонавты не курим, а там было «Закурим перед стартом». И тут кто-то закричал «Исправим, исправим, исправим», и все. После этого я уже не мог ничего сделать. И пели сначала, когда я написал «Закурим перед стартом», а потом стали петь «Споемте перед стартом». Я был очень зол. Скажите, а как Юрий Алексеевич Гагарин отнесся к этой космической песне? Ну, он ее, по-моему, тоже пел. Тоже пел? Да. Скажите, эта песня стала для вас путевкой в жизнь? Нет, она не стала путевкой в жизнь, потому что я уже к этому времени напечатал мою первую повесть. То есть в 60-м году в какой-то степени стало, но вскоре после этого я напечатал свою первую повесть в январе 61-го года и, собственно говоря, состоялся как прозаик. И это для меня было вообще-то, для меня было важнее. Это я, я как прозаик, наверное, более интересен, чем как поэт. В 30 лет вы стали членом Союза писателей. Скажите, вы были самый молодой член Союза писателей или нет? Я не самый молодой. Например, меня приняли вместе с Белой Ахмадулиной, которая была на 5 лет. То есть, ну да, на 5 лет мы уже менее. Скажите, а что давало это членство? Были какие-то льготы? Вам разрешали печататься, выезжать за рубеж? Что это было? Нет, мне за рубеж не разрешали выезжать. Во-первых, это был период такого успеха очень короткий. Во-вторых, печатать... Ну, это первую повесть я напечатал, но когда я ее напечатал, один критик... Ее приняли очень хорошо, в принципе. Критика была хорошая. Но один критик был бдительный. Он написал, что Войнович, то, что он пишет, придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни, как она есть. Понимаете? А поскольку я продолжал дальше писать, изображать жизнь, как она есть, то у меня скоро начались большие неприятности. Так что же произошло с вашей первой повестью? А, нет. Первую повесть напечатали, все было благополучно, но уже даже ее, между прочим, в издательстве не сразу взяли, а потом второй мой рассказ после этой повести, хочу быть честным, его обругали, и уже в журнале он был напечатан, а в книге его не печатали, и больше того, был написан сценарий, сценарий запретили и так далее. Так что неприятности какие-то еще тогда сравнительно мелкие начались у меня с самого начала почти. Скажите, а в этот период уже возникла идея создания Ченкина? Ну да, примерно, да, в 63-м году я задумал Ченкина. Даже несмотря на все неприятности, которые уже преследовали вас? Ну, а неприятности мне не мешали думать. Или, наоборот, способствовали. Скажите, а как так получилось? За рубежом вы никогда до этого не были до, я имею в виду, до периода эмиграции, до 80-х годов? Никогда? Что считать за рубежом? Я, во-первых, я служил в Польше, если считать, говорили, знаете, курица не птица, курица не заграница. Вот я в Польше служил полтора года из четырех лет службы, и потом один раз, один единственный раз мне разрешили, я съездил в Чехословакию на 20 дней. Вот это все. Весь был опыт. Владимир Николаевич, вопрос, который не дает покоя мне и моим друзьям. Когда вы поняли именно в 60-х годах, что в стране все не так, ребята, как поет Владимир Высоцкий? Когда пришло это понимание? Или что-то не так? Нет, ну, во-первых, что не так, я понял, что гораздо раньше еще при Сталине. При Сталине я, во всяком случае, где-то мне было лет 14, когда я понял, что, когда мне очень не понравилась вообще советская власть и Сталин, и сталинизм, все это вместе. Просто когда он умер, и когда его стали разоблачать, тогда у меня возникли какие-то иллюзии. А до его смерти я относился к нему с большим отвращением. А потом вот эти иллюзии возникли, но потом они скоро тоже стали гаснуть, потому что я в литературе, собственно говоря, меня начали печатать в 61-м году, а уже начиная с декабря 62-го года начались проработки писателей. И они начались с посещения Хрущева-Манежа, когда он разгромил художников. Выставку. Да, выставку. Разгромил Житовский там был. Да, там был Житовский, там были другие. Вот. А потом начали громить и писатели, потом мне тоже стало доставаться. Еще, я говорю, для меня это еще такие... Это еще... Уже тогда, в 63-м году, началась опала моя первая. Она еще была такая слабая еще. Вообще какие-то возможности у меня существовать были. Но потом гайки закручивались, закручивались, особенно уже после того, как Хрущева сменили, Брежнева и компания, там уже все иллюзии ушли. А когда вы пошли на конфликт с властями, вы знали, на что вы шли, что будут неприятности? Вас поддерживали друзья ваши, близкие, или наоборот осуждали? Нет. Ну, друзья мои, ну, среди моих друзей было много таких же, как я, поэтому я не один. Это же началось... Но это... Вот некоторые люди думают, что это вот бывает как-то вдруг, внезапно, ни с того, ни с сего. Но это не так. Это было... Началось ведь с чего? То есть внезапные были действия власти. Да. Потому что, ну, вот у нас шло там... Шло как-то... Чувствовалось, что после свержения Хрущева закручиваются гайки, но вдруг арестовали писателей Синявского и Даниэля. И это был... Да. Это был со стороны власти такой шаг к агрессии против свободы, против той ограниченной свободы, которая у нас была. Вот. И... Ну, и, в общем-то, естественно, многие люди забеспокоились и были написаны какие-то письма. И просто я подписал одно из этих письм, которые писали. Писались. А потом еще. А потом какие-то люди, в данном случае, ну, например, Гинсбург, Голосков, Добровольский и Ложкова была такая четверка, известны больше Гинсбург и Голосков, которые, в общем, тоже протестовали против процесса Синявского и Даниэля и создали такую, как они называли это, белая книга. Вот. После этого был процесс над ними. Потом я их защищал. Потом еще кого-то. Кто-то распространил их книгу. Опять сажали. Опять кого-то защищал. И гонения начались не сразу. А вот я участвовал в подписании этих писем примерно с конца 65-го года. А вот в 68-м году был идеологический плен в ЦК КПСС. И тогда первые вот уже тучи сгустились. И я был один из тех. Ну, человек 20, наверное, тогда сильно уже наказали. А это я получил сразу строгий выговор в союзе писателей. Кроме того, было запрещено все, что я писал. Я к этому времени у меня была и проза, и стихи, и две пьесы были, и пара сценариев. Все это было запрещено. Вот тогда начались уже такие более ощутимые гонения. Но это еще тоже было не все. А что было последней точкой? Ну, а последней точкой, последней точкой, значит, вот меня сначала запретили, потом примерно через год примерно вот смелости велись. И опять у меня что-то пошло. Но если до этого мои две пьесы шли в 50 театрах страны, то тут уже просто возобновили некоторые спектакли. Они пошли в некоторых театрах. Но в это время, вот как раз у меня Чонкин, Чонкин, первые главы Чонкина, я писал и по беспечности давал читать, кому попало. Вот, и в конце концов это все попало в самоиздат. И самоиздат попало за границу. И без моего ведомого разрешения была напечатана первая часть Чонкина. Вот тут уже на меня обрушились все кары, какие только могли быть в пределах Союза писателей и наших карательных органов. Скажите, когда вас лишили советского гражданства, как вы это восприняли? С болью? Я вас принял это так. Но я должен сказать просто коротко, что меня до этого еще исключили из Союза писателей. Да, да. Потом выгнали в 74-м году. Но еще в 80-м году меня выгнали уже из Советского Союза. А в 81-м году я уже жил в Мюнхене, и я, значит, до меня дошло сведение, что лишен советского гражданства. Надо сказать, что я воспринял это болезненно. Потому что меня до этого ругали уже очень сильно и называли предателем, и сравнивали со всякими отвратительными животными, и с насекомыми. Говорили, что таких крабов надо дустом травить или еще что-нибудь. Меня это не оскорбляло. Я понимал, что я пишу что-то неугодное власти, что я сатирик, что у сатирика должна быть трудная судьба. Так что меня это не удивляло. И не оскорблял. Но когда лишили гражданства, я вдруг сильно, честно сказать, оскорбился. Обиделся и весьма брежно. А чувство растерянности было на тот период? Что тогда? Куда дальше? Как жить? Было такое? Нет, но меня уже выгнали из союза. Поэтому чувство растерянности это лишение гражданства не вызвало, потому что я понимал и до этого, что меня лишило гражданство. Просто когда случилось, я понял, но я уже жил за границей до этого полгода, я уже приспосаблив туда, в Мюнхене жил. Кроме того, у меня уже были видны, что я поеду какой-то в Америку. Владимир Николаевич, а как вас встретила Германия? Германия меня встретила хорошо, потому что кроме всего я был уже довольно известный писатель, потому что когда Ченкин напечатали за границей, это уже первую книгу полностью напечатали, это было в 1977 году, то это был, вы знаете, это был бум такой, это в Америке она практически была селером, она была переведена почти прямо сразу, один перевод за другим, это на 30 было переведено очень быстро, поэтому я приехал к известным писателям, а кроме того, меня еще в 1976 году, в 1976 году я был принят в Баварскую Академию изящных искусств, поэтому Баварская Академия встретила меня, в гостинице оказали какой-то первый москл, так что в этом смысле все москл. Владимир Николаевич, когда вас называют диссидентом, вас это обижает или нет? Нет, а что обижают? Это меня не обижает, просто в свое время, когда говорили, например, если говорили диссидентская литература и относили меня к ней, это меня не обижало, а злило, потому что я считаю, что я писатель не для этого, а так по поведению, конечно, я был диссидентом. 1985 год и курс на перестройку, как вы вас приняли? Я вас принял с большой надеждой, у меня тоже такое дело в том, что я жил как вы понимаете, в сильной изоляции и в общем и эмиграция была не такая, как сейчас, а когда уезжаешь и обрываются все концы и связи и все в значительной степени, не полностью. Но я ожидал, дело в том, что я когда уезжал из Советского Союза, я говорил, здесь через пять лет начнутся кардинальные перемены, это я говорил, поэтому когда я услышал первые какие-то слова Горбачева о том, что мы будем бороться с тем, с тем и с тем, я услышал в них что-то новое, и когда и поэтому и даже я была такая газета, не знаю, сейчас она есть или нет, кажется, сейчас она кончилась, недавно была газета «Новое русское слово» в Нью-Йорке выходило, и я дал новому русскому слову году в 87-м интервью и сказал, что то, что происходит в Советском Союзе, это очень серьезно, в отличие от прошлого, и начались настоящие перемены, необратимые, тогда на меня эмиграция, значительная часть эмиграции на меня обрушилась, мне говорили, как, ты веришь Горбачеву, я говорю, я не Горбачеву верю, а я верю в неизбежность некоторых исторических процессов, и я вижу, а я что сказал, в неизбежность и необратимые случаи этого исторического процесса, а в это же время, между прочим, здесь, как ни странно, для меня перестройка еще началась с того, что я видел какие-то положительные и серьезные сдвиги и приметы того, что действительно дело пошло, и относился к этому одобрительно, а в Советском Союзе в это время очень странно, стали наоборот агрессивно относиться к иммигрантам, к диссидентам, вот, и писали, например, вот была тогда перестроечная газета, московские новости, в этой перестроечной газете писали, эти войновичи никогда не примут нашу перестройку, хотя никогда не поверят в нашу перестройку, войновичи, да-да, хотя я верил в нее гораздо больше, чем они, потому что когда они писали, что эти войновичи не поверят, они сами не верили. Вы знаете, Владимир Николаевич, я помню, в 85-й год мы тоже верили в перестройку, верили, что будем жить намного лучше, но все так же будет, как и прежде, но лучше, намного лучше, а получилось совсем по-другому, и Союз распался. Как вы восприняли развал Советского Союза? С болью? Я воспринял развал, тут надо разделить, во-первых, я, крушение Советской Системы, я воспринял с большой радостью, потому что, потому что я советскую власть ненавидел, и ненавижу, и буду ненавидеть дальше, понимаете, что касается Советского Союза, то мне, да, конечно, мне было неприятно, потому что я жил, например, и на Украине, я родился в Таджикистане, я жил на Украине, и Украина мне не чужое место, вот, и в России, и как-то мне, мне нравилось, что у нас есть такое большое пространство, где мы все, вот, но, поэтому, но я просто считал, что этот, этот развал неизбежен, вот, потому что, если есть свобода, есть свобода выражения мнений, свобода каких-то действий, значит, ясно было, что какие-то части Советского Союза, они отпадут, потому что они будут требовать то, что было в Конституции Советского Союза, что каждая республика имеет право на самоопределение, вплоть до отделения от государства, но вот это произошло, когда это перестало быть фикцией, это произошло. Вы видели ошибки, которые совершало руководство на тот период? Конечно, я вижу ошибки, я вижу ошибки, кроме всего, я даже не знаю, были ли это ошибки, но на самом деле, на самом деле, как выяснилось, эта перестройка кончилась дело тем, что она превратилась в перестановку, просто какие-то партийные деятели, секретари обкомов стали губернаторами, директора заводов, стали владельцами этих заводов, олигархами стали, вот, все, кто там был поближе к нефти, нефть захватили и так далее, вот, поэтому, но я думаю, что была ошибка, это может быть, даже не ошибка, это так было намеренно сделано, но прошлое не было осуждено, не было осуждено, ну, да, и коммунистические партии не было осуждено, был вот так называемый процесс, процесс над коммунистической партией, которой, я забыл, как он назывался, формально, вот, это Это был фарс. Я считаю, что жаль, что не было процесса иллюстрации и так далее. Но, наверное, для этого не было достаточных сил, потому что, собственно говоря, перестройка шла все равно под руководством партийных функционеров. Не менялись люди. Ну да. Основная ошибка, когда мы вырубили виноградники, это самая главная ошибка. Виноградники. Нельзя было, конечно, это отвратительно. Костя, ты вспомнил антиалкогольную кампанию. Алкогольная кампания, это ошибка огромнейшая. Да, это была, конечно, ошибка. Я напоминаю всем, кто смотрит канал Краймея Тодей, что сегодня с нами на связи, и правда не в московской гостиной художника Константина Мирошника. Сегодня мы тоже в гостях. Мы встречаем Владимира Николаевича Войновича. Это русский писатель, поэт, драматург, а с недавних пор еще и художник, как выяснилось. И я сижу буквально между двумя художниками, получается. Даже можно загадать желание. Владимир Николаевич, а что, это еще одна грань вашего таланта или потребность души? Ну, наверное, потребность души. А если вообще это можешь считать талантом, то, наверное, потребность души, потребность таланта, не знаю чего. А давайте у Кости спросим, он специалист в этой области. Как он оценивает ваши работы? Костя, признайся честно. Он же при мне не может сказать ничего плохого. Я обожаю эти работы, особенно... Вот посмотрите одну из работ. Вот здесь вот такая у нас в Москве вышла книжка. Так, интересно. Вот мой путь. Это вот уже... Еще одна картина здесь. Вот тут песик. Вы видите этого песика? Нет, не так. Мы картины ближе. Мы картины ближе покажем. Нет, ближе. Ближе. Хорошо. Собака здесь у нас. Вы ее видели только, что это собака. Чудная собака. Замечательно. И даже голос услышали. Замечательно. Это прорецензировано. Не иначе. А портрет, который стоит за вашей спиной, это чье творение? И что это? Ну как, чье? Автора? Понятно. Дама с собачкой. Дама с собачкой, да. По чеху. Замечательно. Владимир Николаевич, а скажите, а вот какие вы чувства испытывали, когда прошли годы, тучи рассеялись, и президент России Владимир Путин вручал вам государственную премию? Я тогда это воспринял... Как должное? Нет, не как должное. Нет. Я воспринял это так. Значит, президент Путин только что стал президентом. И все смотрели примерно, в какую сторону он победил нашу страну. И когда вот мне, там еще кому-то... Это, ну, смотрели на разные знаки, что подавали, да, или разные сигналы. Я воспринял это как один из сигналов. Мне, между прочим, некоторые люди меня укоряли, что я взял эту премию. Ну, я подумал, ну, раз вот мне дают такую премию, значит, наверное, вот такая литература, наверное, возможная будет. То есть, поэтому я воспринял это, ну, я как общий знак, как положительный я тогда воспринял. Ну, это было ошибочное ощущение. Ну, правда, я с некоторой настороженностью это принял. Вы не раскроете секрет? Госпремия на тот момент – это 5 миллионов рублей? Нет, гораздо меньше. Это было 300 тысяч рублей. Тогда, в общем, да, эквивалент 10 тысяч долларов. Владимир Николаевич, у вас есть такая, увы, грустная фраза, которую я сейчас процитирую. Вы сказали, «Вся моя жизнь не состоялась в России». Ну, родину, как и родители, не выбирают. Да, но дело не в этом. Дело в том, что эту фразу я сказал тогда, когда в определенных условиях. Моя жизнь все-таки состоялась в России, я сейчас живу в России. Да, и вы вернулись, да. Да, но тогда это было в 90-м году, я сказал эту фразу. Я приехал в 89-м году, потому что меня пригласила студия «Мосфильм» и Эльдар Ясанов, который хотел поставить… Поставить Чонкина, да? Хотел поставить Чонкина, да. Вот, и здесь были, шли какие-то переговоры, потом фильм не состоялся. А я приехал, как ни странно, принимали ведь так, говорят про таких, как я, что их принимали с распростертыми объятиями. Это не совсем так. Я приехал и какие-то… Ну, вот я вам так скажу. Я приехал и в аэропорту дал интервью, первое интервью, первому каналу тогда программы «Время». Дал им интервью, ну, острое довольно, прямо сразу, потому что они меня спросили, что вот я благодарен кому-то, что я приехал. Я говорю, я не должен никого благодарить за то, что я приехал на родину. Гениально. Да. И, значит, после этого им позвонили и сказали, что они могут не торопиться. Тогда нельзя было. Не было еще средств передачи этих вот съемок на расстоянии. Они должны были привезти эту бобину в студию Останкино. Им сказали, чтобы они не торопились. Не спешили. Да. И они не торопились. Вот, потом, значит, в первый же день, то есть не первый день, а я приехал, а через два месяца КГБ на меня завело новое дело. Вот я, у меня было 10 томов. Когда я уезжал, когда я приехал, еще за два года они набрали на меня еще 4 тома. И встречали многие какие-то люди власти, все равно встречали настороженно, торжественно. И я уехал после этого. Я уехал, и все еще лишенный гражданства был. И тогда вот я и написал, что там у нас был тогда, ну, и несколько наших отношений, мои отношения с Эльдаром Лизаном тогда испортились. То есть он меня упрекнул, что отчасти по моей вине, хотя это было не совсем так, что фильм, что я не пожалел, что фильм и состоялся в России. И в ответ на это я ответил, еще тогда, лишенный еще гражданства, я ответил, что и жизнь моя не состоялась в России. Но с тех пор прошло много времени, жизнь моя состоялась. С Рязановым мы помирились, мы теперь соседи. Вот он живет от меня через один дом, вот, и мы, и все, все хорошо. Он описал этот эпизод в своей книге «Неподведенные итоги», и глава называется «Прощай, Чонкин», он написал. Ну, написал с болью, поверьте, это действительно так. Он хотел сделать этот фильм. Ну, фильм состоялся, кстати, вы довольны экранизацией? Ну, так, отчасти, отчасти. Там какие-то вещи. Лично я недоволен, я посмотрел его, мне фильм не понравился, извините за откровенность. Ну, мне какие-то, я вам скажу, там очень удачно выбраны главные герои. Да, да. Вот Геннадий Назаров и Зоя Буряк, играющие главного. Супер, отлично они играли. Вот, да. Но книга лучше. А книга по любому. Не, но книга должна быть лучше. Да, согласен. Вы понимаете, дело в том, что книги... Если бы, не, если бы сказали, что кино лучше книги, я бы обиделся. Да. Ну, во всяком случае, я огорчивался. Да, да, огорчивался. Вот, да, да. Книга должна быть лучше. Лучше я еще никогда не делал дело в том, что для кино литература должна быть полуфабрикатом, вот, для того, чтобы соединились два искусства. Это точно. Да. Рубить нужно, резать. Вы согласны, что это именно русская тема, и фильм должен быть именно действительно русским? Ну, я старался сделать дело, потому что режиссер был чех, но он старался сделать русский фильм. Он, он, это его условие было, что актеры будут русские, и фильм будет на русском языке. Вы помогали в творческом процессе? Консультировали, подсказывали, направляли, переписывали что-то, дополняли? Ну, немного, немного. Он сначала обещал мне, что он будет меня слушать, а потом какими-то моими советами пренебрег, к сожалению. Ну, он вообще, на самом деле, очень хороший режиссер. Владимир Николаевич, Россия 21 века, вам нравится? Нет, мне Россия пока не нравится. Мне, если мы будем говорить о политике или что, мне не нравится. Я вижу явное возвращение к прошлому, которое меня очень сильно тревожит. Вот, я вижу много просто чудовищных глупостей, которые здесь происходят. И я, естественно, мне это совершенно не нравится. Я не знаю, до чего это дать. Кризис между двумя нашими странами, между Украиной и Россией. Ну, у всех людей он вызывает только боль. И вот почему политики этого не замечают? Как вы считаете? А политики, например, замечают. Они на этом и играют. Они измелькают какую-то выгоду. Не знаю, какую. Но они замечают. Это же политики это и делают. Но, тем не менее, даже несмотря на это, наш Крымский мост объединяет именно таких творческих людей. Поэтому мы встретились сегодня и вот затронули и обсудили, я думаю, что очень интересные моменты. И даже вспомнили прошлое. Если затронули что-то больное, неприятное для вас, ну, извините, Владимир Николаевич, не хотел я вас обидеть. Просто интересно было услышать ответы именно из ваших уст. Согласны? Если ничего неприятного я от вас не услышал, а если вы от меня услышали неприятное, то извините. Ну, книжки что-то, книжки там, может быть, я надеюсь, у вас где-нибудь там в книжных магазинах они тоже бывают. Я был недавно в Запорожье, там какие-то книжки мои были. Непременно буду смотреть на книжных рынках и развалах на всех книжных. Так, Владимир Николаевич, так, вернемся к самому приятному. Все-таки прозы сегодня вот в течение этого часа, когда мы общались, было много. Даже о живописи немножко поговорили, а вот поэзии было очень мало. Что-нибудь можете, вот несколько строк своих поэтических вот на финиш нашей встречи, потому что мне подсказывают, у нас остается буквально несколько минут. Что-нибудь такое вот для души? Я вам просто прочту тогда последнее свое стихотворение. Вот, сейчас минутку. Пожалуйста. Рисунок. Есть рисунок, но... Рисунок. 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 Я, в общем, так сказать посмею. Что без меня был этот мир, но одного меня беднее. Бывал я грешен, но не лгал, и от судьбы не уклонялся, и никого не предавал, и от себя не отрекался. Я жил как бы Было Сейчас Минуточку Я должен вспомнить заодно Пожалуйста, пожалуйста Который Значит Не то чтобы героем был Честь берег и скромный дар свой Народ жалел Страну любил Что не скажу Про государство Я жил как было жить нельзя Одним на зло Другим на зависть Пред сильными небезя И пред слабыми Ничего не есть Ну вот и все Чего не спел Уже не спою Как не просите Простите, если не успел Покуда жил, сказать простите Гениально Замечательно Спасибо огромно Я напомню, друзья Это было именно авторское исполнение А такое исполнение Очень дорогого стоит Спасибо, Владимир Николаевич Всем, кто был с нами Я напоминаю, что Мы провели удивительный диалог Да-да, я вижу сейчас Это замечательный портрет Мы провели этот удивительный диалог С русским, я подчеркиваю Писателем Поэтом и драматургом А еще и художником Владимиром Николаевичем Спасибо Историческая встреча Останется на памяти у меня Надолго Спасибо Ваши пожелания Всем, кто нас смотрел Нет, я хочу сказать Пожелания и предсказания Что наши Руководители Вожди Руководители наших стран Они могут нас Ссорить Сколько хотят Но мы Наши связи Человеческие Они не прервут И это им не удастся Вот и все Ничего не получится Пусть они ругаются Как хотят Ну ничего не получится Замечательно А пожелания нашему каналу Владимир Николаевич А вашему каналу Я естественно Желаю процветания Процветайте Тем более Что находитесь В такой благодатной Земле Крымской Так что Вам сам Бог велел Процветать Спасибо огромное Владимир Николаевич Вам сил Здоровья И пожалуйста Не спешите сдавать Свои дела Удачи Всего доброго Спасибо Москва Все пока До свидания Спасибо большое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...